Добрый день! Очередное путешествие инвестора, но на этот раз не только для инвесторов, поскольку мы будем говорить о том, о чем последний раз говорили полгода назад и настало время в очередной раз перепроверить. Это варианты вложения денег в российской юрисдикции, в российском контуре, которые на сегодня существуют, их плюсы и их минусы. С учетом того, что вокруг этой темы сейчас много новостей, которые, например, выключают эффективность тех или иных финансовых инструментов или, наоборот, добавляют эффективность другим, но при этом вызывают определенные сомнения, есть смысл провести такой небольшой экскурс-аудит. Итак, начнем с самого простого. Это рублевые депозиты. Те самые рублевые депозиты, которые на нашем канале мы рекомендуем уже 10 месяцев как один из самых неплохих вариантов эффективных вложений денег с учетом тех ставок, которые дают сегодня банки из-за высокой ставки Центробанка. И вот где-то, начиная уже не 10 месяцев, а чуть меньше, начиная с этого года, я много раз говорил, что, конечно же, мы не останавливаем наши инвестиции на фондовом рынке, но полагаем, что в этом году, в нынешней ситуации, депозиты могут дать более выигрышную доходность, чем фондовый рынок. И пока, к сожалению, конечно же, для инвесторов, но вот эта мысль абсолютно подтверждается элементарной статистикой, например, на московской бирже. Рублевые депозиты на сегодня являются и продолжают оставаться весьма эффективным моментом. И второй момент — это очень удобный инструмент. Совсем недавно банк Синара провел любопытный опрос. Ну, собственно, ответ банален, что главное, что привлекает людей в депозитах банковских, это, конечно же, уровень доходности. Но на втором месте оказалось удобство. Возможность онлайн через мобильное приложение или через компьютер открывать, закрывать и оперировать этим инструментом. И это говорит, в общем, о повышающейся, наверное, зрелости россиян в плане финансов, поскольку недоходностью единый жив человек. И, естественно, что удобство и комфортность для человека, чье время стоит достаточно дорого, кто эффективно работает, эффективно отдыхает, эффективно зарабатывает, эффективно проводит время, даже если это время нерабочее, конечно же, удобство тоже является фактором, который что-то решает при определении, куда же вложить в деньги. Напомню, что сегодня стоит обращать внимание на условия депозита, поскольку банки, они не обманывают, но они делают такие элементарные маркетинговые ходы, предлагая, например, более повышенный процент в начале срока депозита и пониженный в конце. Вот на такие, условно говоря, уловки, конечно, стоит обращать внимание, поэтому не стоит гнаться за самой большой цифрой доходности, которую вы увидите. Возможно, за этой цифрой стоят изменения условий депозита через один, два или три месяца. Более того, с самого начала этого года мы рекомендовали все-таки использовать краткосрочные депозиты, трехмесячные и шестимесячные. Можно придраться к этой мысли с экономической точки зрения и сказать, подождите, ну а почему мне подлиннее не зафиксировать по высокой ставке вложения денег? Да, безусловно, с этой точки зрения длинные позиции более выгодны, но в наше весьма-весьма волатильное во всех смыслах время, мне кажется, что сохранять за собой право на маневр через три или шесть месяцев переложить, возможно, в другой инструмент, это примерно то же самое, как и удобство. Может быть, чуть ниже доходность, зато вы более уверенно держите руку на пульсе ваших финансовых вложений. Ну и напомню, что второй вариант вложений, схожий с депозитами, это накопительные счета. Некоторые банки дают по ним пониженный процент в сравнении с депозитами, у меня, например, в моем банке это так, но я предпочитаю использовать этот инструмент, поскольку сумма, которую я кладу или снимаю с этого накопительного счета, она все время в движении, она пульсирует, и если у вас схожая ситуация, то есть вы не выделили конкретную цифру, сумму, которая уходит на депозит, а хотите оперировать, то накопительный счет это очень удобная штука. Плата за это чуть менее высокая доходность, нежели по депозитам. С учетом подъема ключевой ставки Центробанка до 18%, скорее всего в нынешней ситуации можно ожидать, что в ближайшие полгода сохранится примерно этот уровень ставок. Более того, на повестке дня стоит вопрос, не поднимет ли Центробанк ставку до 20%, но я не считаю, что положительный ответ на этот вопрос является предрешенным. Мне кажется, осенью может появиться весьма и весьма много новых вводных, поэтому за неимением гербовей пишем на простой, тем более это простая условная бумага, в нынешних условиях великолепная доходность. Теперь, собственно, о потенциальных минусах или рисках, которые здесь есть. Ну, один является таким, на мой взгляд, горлопанским, извините все те, кто его разделяет, это из серии, это стадо, которое заманивают, отнимут, конфискуют, ликвидируют, заморозят и так далее. И действительно, 100-летняя история нашей страны, о чем мы говорили на своем канале в другом видео, конечно, показывает, что нет, мы не можем сказать, ну что вы, да никогда в жизни, да как наше государство может пойти на такое. Бывали случаи, что шло на такое. Но, когда происходят такие случаи, условно говоря, потери с фискальными или какими-то другими причинами потери денег, например, как в 90-м году или как в году 98-м, мы все-таки, будучи объективными, не можем не сказать, что вот уже более четверти века подобных случаев в российской финансовой практике нет. Поэтому полагаю, что этого риска не стоит бояться, не говоришь о том, что депозиты, естественно, не лежат на полочках банка, они все практически использованы в кредитовании. Поэтому государство, даже если бы захотело вот так по разбойнище захватить наши с вами депозиты, то все, что ему досталось, это кредиты наших соседей. И что называется, иди и работай с этим. Вариант практически, на мой взгляд, исключенный. Есть еще один куда более реальный и достойное обсуждение минус или риск, и он несколько раз за последние годы реализовывался в России. Это когда доходность по депозиту оказывается ниже либо девальвации рубля, то есть курса рубля по отношению к доллару, либо ниже уровня инфляции. Вот это, в отличие от мифической конфискации, обсуждать и учитывать, как потенциальный риск стоит. Но, опять же, если все это возвести в такую степень, что да что вы, это всегда невыгодно, инфляция всегда выше или девальвация всегда выше, чем любая доходность по депозитам, то, опять же, объективно говоря, это не так. И есть высокая вероятность, более того, первые 7 месяцев этого года уже подтвердили, что, например, доходность и девальвация рубля в этом году абсолютно раскоррелированы. Доходность высокая, а девальвация с точки зрения курса по отношению к доллару, как вы видите, нулевая, пока что, по крайней мере. С инфляцией чуть сложнее. Понятно, что доходность по депозитам обгоняет весьма существенно сейчас уровень пресловутой официальной инфляции, но обгоняет ли уровень реальной инфляции каждого из нас, это большой вопрос. Я уже напоминал, что инфляция у всех разная, и у людей, как правило, с невысокими доходами инфляция выше, поскольку повышение цен в диапазоне такого жизненного минимума, как правило, более ощутимо. Но инфляция личная, и вот мои подсчеты, например, по прошлому году показалось, что моя личная инфляция составляла около 10%. У кого-то она может составлять 20%, у кого-то может составлять 7%. Все зависит от структуры наших расходов. Поэтому обгоняет ли рублевый депозит сегодня вашу личную инфляцию считать, или если не считать буквально, то хотя бы прикидывать вам. С другой стороны, против довода об инфляции есть контрдовод. Инфляция, она как радиация, она повсеместна. Где бы вы не держали деньги, в каком бы инструменте инфляция будет с одинаковой степенью воздействовать на их обесценивание. Поэтому, да, мы должны признать, что инфляция может съесть значительную часть доходности по депозитам, а в худшем случае даже всю. Но, с другой стороны, вспоминается старый фильм «Слуга двух господ», а девушка-то любит ли тебя? Конечно, любит, что же еще и делать? Не рублевые депозиты. Это тоже вариант, он всегда был более экзотический. Это тоже вариант, хотя он схлопнулся. В свое время в России, кроме депозитов в евро, депозитов в долларах и депозитов, например, в швейцарских франках, несколько банков предлагали варианты и депозитов в фунтах, и депозитов даже в норвежских кронах. Мурманские банки это делали, и депозиты в японских иенах. Например, такие варианты предлагали дальневосточные банки. Понятно, что вся эта история за последние годы схлопнулась, но вместо нее возникло два других варианта. Первый – это депозит в дирхамах, и второй – это депозит в юанях. Депозит в дирхамах – история более спокойная. Понятно, что доходность там гораздо меньше, но с учетом жесткой привязки курса дирхама к доллару, это практически вариант интересный для тех, кто все-таки риск девальвации рубля оценивает высоко и поэтому отметает все доводы в пользу рублевых депозитов. Тогда, да, дирхам, по которому можно получить до 3%, это вполне хорошее, достойное, без вау-эффекта, но интересное предложение. Что касается депозитов в юанях, здесь примерно схожая ситуация, поскольку за последние 5-7 лет беспрестанные волатильные валютные войны юаня и доллара, в общем-то, утихли, и юань относительно стабилен курса доллара. У него есть телодвижения и будут телодвижения, но в ближайшее время можно предположить, что по отношению к доллару юань вряд ли будет принципиально обесцениваться. Более того, неминуемое все же, хоть и откладываемое решение ФРС о снижении процентных ставок, поддержит курс юаня по отношению к доллару. Хотя, понятно, тут игра и дорога двусторонняя, поэтому многое зависит еще и от решений Народного банка Китая. Так или иначе, на мой взгляд, юаневый депозит это достаточно любопытно. Другое дело, что на горизонте появились тучки в виде вопросов, а не возникает ли на российском рынке проблема дефицита юаневой ликвидности. Но тут уже каждый как бы готов принимать в обмен на девальвационные риски рубля, например, на себя вот некие гипотетические риски проблем с юаневой ликвидностью. Идем дальше. Собственно, фоновый рынок, акции. Совсем недавно с Игорем Исаевым и Алексеем Бочаровым мы говорили о фондовом рынке. Собственно, фондовый рынок, к сожалению, наверное, подтвердил наши предположения начала года, что вряд ли в этом году он будет выгоднее депозитов. Тем не менее, профессионалы фондового рынка говорят, ну подождите, все это вырастет. И об этом говорили вот Игорь и Алексей на нашем разговоре. Мне их аргументация показалась относительно слабой, то есть я понимаю, разделяю их интересы и энтузиазм по поводу фондового рынка, но пока этот аргумент не очень хороший, потому что точно такой же аргумент звучал полгода назад. И условно говоря, если бы гипотетический человек, который не послушал полгода назад, сказал, окей, окей, я вас послушаю через полгода, да, полгода подержу деньги на депозите, то, понятно, здесь бы он получил 8-9 процентов, прирастил бы свои деньги, а на фондовом рынке, скорее всего, был бы либо в нуле, либо около нуля, если не в худшем случае в легком минусе. Поэтому, да, естественно, сохраняется вариант еще одного, как в 2023 году, очень существенного подъема фондового рынка, скажем, ориентированного на рост 30%, и это будет существенно выше уровня доходности рублевых депозитов. Вопрос только, когда это произойдет? После дождичка? В четверг, когда рак на горе свистнет в момент морковкиного заговения, или буквально через неделю, месяц или два месяца? Тот и другой варианты вполне реальны, то есть и морковкиного заговения, и буквально начнем со следующего понедельника подъем, в принципе реальны. Но пока вариант с морковкой, он все-таки более реален. Поэтому, мне кажется, что сегодня для тех, кто не находится уже в акциях, для тех, кто находится, однозначно не стоит разочаровываться, закрывать позиции, резать убытки и выходить. Просто держать позицию. А для тех, кто не находится, находиться в депозитах и присматриваться к фондовому рынку, нормальная история. Или, на мой взгляд, самый оптимальный вариант, это часть, наверное, даже превосходящую часть, отправить все-таки в депозиты рублевые или юаневые или дирхамовые, в зависимости от вашего впечатления от потенциальных рисков девальвации рубля. А некую часть, такую разведроту или разведполку, у кого что, отправить на фондовый рынок в эти самые акции, которые, да, сегодня выглядят достаточно аппетитно. И скепсис здесь не очень уместен, потому что и ведь в январе и феврале 2023 года они выглядели на низах очень вкусными. И кто-то говорил, да нет, это просто конец рынка, а на самом деле получилась великолепная прибыль. Отдельное такое ответвление от варианта, что вы все-таки верите в фондовый рынок, это переход от инвестиций к трейдингу. Агрессивному, активному, жутко нервному, жутко рискованному трейдингу. То есть работать уже непосредственно не с акциями, а работать с фьючерсами, работать, например, с опционами или работать на рынке Форекс. На мой взгляд, любопытный вариант. Именно поэтому я после нескольких лет перерыва возобновил пробный, правда, с очень маленькой суммой, трейдинг на Форекс-платформе. Благо, что российская юрисдикция предлагает 4 легитимных, законных, поднадзорных Центробанку 4 Форекс-дилера. Думаю, что да, здесь может быть очень значительный выигрыш, но понятно, что это уже требует постоянного присутствия в этой теме. Вы можете считать себя профессионалом, вы можете быть им, можете просто оказаться, ну, таким самозванцем. В любом случае, эта заявка на то, что вы этим занимаетесь. Поэтому это не тот вариант, который можно было бы порекомендовать в качестве одного из таких масштабных случаев использования денег. Тюменцы из Кейс Гуру сделали серию роботов для домашней уборки. Не просто бюджетных, а с кучей интересных, необычных функций. Тюменский робот-пылесос с огромными колесами преодолевает пороги, ковры, любые препятствия до 2 см. Аккумулятора и пылесборника хватает на месяц. Заряжать и чистить нужно только после 2-3 уборок. Вертикальный пылесос с огромной силой всасывания. Весит всего 2 кг, а мощность при этом в разы выше, а цена в разы ниже многих мировых аналогов. И, на мой взгляд, самый интересный из тюменских гаджетов – ручной вакуумный пылесос-батон. Такой хищник в мире уборки. Всасывает мощнее, чем полноразмерный Дайсона, а вес всего полкилограмма. Отличный прибор для водителей, любителей поесть на диване, владельцев животных. Черт, все три позиции про меня. Ну и для тех, кто не забывает о своих компьютерах и клавиатурах. Поэтому именно такой пылесос мы приобретаем сейчас для офиса финверсии. В описании ссылка на тюменские супергаджеты по промокоду FIN2407. Скидка 500 рублей. Идем дальше. Четвертый инструмент, вариант – это облигации. О них тоже любят говорить фондовики. Кстати, Алексей Бочаров, который является большим энтузиастом вложений в облигации, довольно часто и, на мой взгляд, очень ясно и внятно рассказывал о том, почему, например, облигации, ну а ФСЗ прежде всего выгоднее депозитов, потому что вы можете сегодня взять ФСЗ с доходностью 20%, а не 18% как по депозиту. Логичный инструмент? Да, безусловно, логичный, но мне кажется, это все-таки интересно для людей, которые решают, куда распределить как минимум несколько миллионов, а лучше даже десятков миллионов. Потому что при суммах, более приближенных, наверное, к возможностям большинства россиян, мне кажется, что эти 2% не стоят тех минусов, которые есть у облигаций по сравнению с депозитом. И главное, этот минус хорошо известен. В моменте, в течение своего срока, облигации могут серьезно просесть по стоимости, и вы должны вкладываться в эти более доходные, чем депозиты, облигации все-таки с уверенностью, что до конца погашения тела облигации вам не понадобятся эти деньги. И опять же возникает наше волатильное время. Мы берем на себя вот такую уверенность? Более того, здесь как раз риски инфляции и девальвации куда выше. Потому что если я вам сейчас скажу, что я вам советую рублевый депозит под 18% на полгода, вероятность, что вы обгоните инфляцию и тем более потенциальную девальвацию, очень высока. А если вам сказать, что вложитесь в облигации, но придется посидеть 10 лет, вот здесь уже вероятности становятся более туманными, с учетом того, что в российской финансовой практике не было 10 лет, в которых все было относительно устойчиво и стабильно, и прежде всего курс рубля. То есть можно получить более высокую доходность, через 10 лет получить полную эту выплату, но вдруг убедиться, что за эти 10 лет эвальвация была на таком уровне, что съела весь доход. Плюсы повторять не буду, да, плюсы есть, доходность можно зафиксировать на долгие годы, в отличие от депозита, выше нынешнего уровня депозита. Еще один момент, связанный с облигацией, это либо замещающие облигации, либо юаневые облигации. Любопытные инструменты, но по отношению к юаневым облигациям тот же вопрос, не намечается ли кризис ликвидности юаневой. Более того, вот история санкций, которые изменили ландшафт возможностей российского инвестора или просто сберегателя, она ведь не законченная, это же не статичная штука, это не константа, это динамика. И мы видим, что на китайские финансовые истории, в том числе, например, на расчетные, эти санкции начинают негативно сказываться. Возникает естественный вопрос, не отразится ли это каким-то пока, возможно, неведомым способом и на любых финансовых инструментах в юанях. Я не думаю, что кто-то вправе сейчас однозначно сказать, нет, не волнуйтесь, не отразится. Поэтому, несмотря на их относительную привлекательность, я полагаю, что юаневые облигации не самый интересный инструмент на сегодняшнем этапе. Идем дальше. Появившиеся цифровые финансовые активы. Были разговоры, даже иногда не самые добрые разговоры, в том числе на нашем канале с представителями этого рынка. Я тогда попросил, собственно, обозначить главный такой момент. Зачем нам с вами, условному мне, условному вам, зачем цифровые финансовые активы, условно говоря, токен какого-нибудь норильского никеля. Чем он отличается от акции? Он, что, доходнее? Нет. Он, что, условно говоря, удобнее? Да нет, акции мы сегодня покупаем в электронном виде, нажатием кнопки в компьютере или в приложении. Все нормально. Он ликвиднее? Да нет, акции голубых фишек вполне ликвидные в моменте, просто в секунды. Чем? И вот ответ мне очень не понравился, который мне дали. Вы знаете, но это же так современно. Ну, мало ли что на свете современно. Но современно, вот я сейчас еду на очень долгое расстояние, а считается, что современно нынче на самокате ездить. Ну, видите, какой дождь за окном. Я бы не хотел сейчас современно ехать на самокате. Во-первых, долго, во-вторых, мокро. Поэтому с цифра это не ответ. Но появились цифра, в которых, да, действительно есть ответ хотя бы на первый пункт из той триады, которую я перечислил. Да, доходнее. Может быть, стоит присмотреться к таким цифрам. Но лично на мой вкус разница в доходах, примерно как между облигациями и депозитами. Вот эти 1-2-3 процента, на мой взгляд, не стоят всех потенциальных неудобств и неясностей, которые пока связаны с цифровыми финансовыми активами. Мне кажется, это история, на которую пока стоит посмотреть из зрительной ложи. Дальше. Крауд. Крауд платформы, крауд рынок достаточно бурно развивается в России. И некоторое время, я сам уже три года инвестирую на крауд платформы, и некоторое время он действительно по доходности опережал рублевые банковские депозиты. Причем опережал так заметно, как минимум в два раза, иногда и больше. В 2024 году то же самое сказать про крауд невозможно. На сегодняшний момент, во-первых, депозиты догнали по доходности уровень крауд платформ, а с другой стороны и уровень крауд платформ по доходности слегка снизился, поскольку реальная доходность стала меньше из-за достаточно частых дефолтов заемщиков на крауд платформах или из-за реструктуризации долгов, займов, которые им крауд платформа выдало. Соответственно, сегодня крауд платформы это не проигрышный вариант, но вот однозначный плюс в сравнении с депозитами на них практически оказался под большим сомнением. На мой взгляд, сегодня крауд можно рассматривать как вариант диверсификации своих вложений, о чем я довольно часто говорю на канале Финверсия. К сожалению, часто недалекими людьми это воспринимается как пропаганда, что нет, надо вкладываться именно в крауд. Наоборот, мы подчеркивали, что если у вас большой портфель до 1%, если портфель малый, не позволяет такие диверсификационные маневры мелкодисперсные, ну максимум до 5% от своего портфеля можно вложить в крауд, чтобы иметь этот инструмент вот в своем как бы наборе инструментов, но не ожидая от него сегодня преимущества перед рублевыми депозитами. Другое дело, что крауд платформы бывают разные, там есть своя специфика, есть крауд платформы, которые занимаются на таком быстром годовом примерно обороте вложений в реконструкцию стрит ритейла, там доходность бывает в районе 30%. Есть крауд платформы, которые предлагают что-то вроде pre-IPO, вложиться в акции, которые могут взлететь и дать иксы 10, 20, 30 раз. Понятно, это огромные риски, это такие венчурные истории на любителя, во-первых, во-вторых, на минимальную часть вашего капитала. И вот появилось интересное предложение, это варианты вложений в займы, которые выдаются предприятиям под реализацию выигранных госконтрактов тендеров. Вот это интересная история, потому что там гарантированный финансовый поток, и интересно тем, что платформа дает, например, еще и гарантию, что либо вы получили эту доходность, либо, если произошел дефолт, что там происходит крайне редко, то платформа берет на себя, выкупает у вас всю эту историю, но за комиссию в 3%. Что значит за комиссию в 3%? Условно говоря, от вашей доходности в 30 или 31% платформа заберет себе 3, вы получите 28, зато освобождены от рисков. Любопытный вариант, почему бы и нет, в качестве пробы мы на нашей команде финверсии недавно решили попробовать такой вариант на символическую сумму в 50 тысяч рублей. Будем о нем рассказывать. Единственное, что это тоже будет вызывать, конечно, такую реакцию хейтеров. Ага, вы пропагандируете теперь это. Извините, дорогие хейтеры, даже если вам какой-то инструмент не нравится, мы хотим все-таки инвестировать на собственные усмотрения. Идем дальше. Иностранные фондовые рынки. Вот здесь, с одной стороны, по-прежнему великолепные и интересные перспективы. Хотя, понятно, это же фондовый рынок, поэтому гарантии доходности на нем нет, можно оказаться и в минусе. Но это такие азы, которые не хочется повторять с учетом предполагаемой квалификации наших зрителей. Здесь проблемы. Первая, доступность, потому что очень мало осталось компаний, обслуживающих россиян. Я не беру тех россиян, которые являются резидентами других стран или, наоборот, имеют двойное гражданство, находясь здесь. То есть, да, у них есть большие возможности. Но в целом и в общем, конечно, доступность стала минимальной. Даже на тех платформах и брокерах иностранных, которые обслуживают россиян, я, например, обслуживаюсь на Interactive Brokers, давно введены определенные ограничения, и они постепенно, потихоньку, но нарастают. Например, невозможность работать с акциями европейского рынка, невозможность видеть котировки, теперь еще невозможность пополнить депозит в определенных валютах. В общем, скажем так, история нервная. И, кстати, часто задают такой естественный вопрос. Вы работаете на иностранном рынке, тем более, что есть чисто российское окно в этот рынок. Это компания Финам, которая продолжает обеспечивать, если вы имеете статус квала инвестора, доступ из России, и вы остаетесь в юрисдикции, у вас уже других рисков нет. Но есть риски, мало ли что случится в отношении Финама. И вот задают логичный вопрос, вы не боитесь? Ответ простой. Да, боимся. Да, безусловно, мы видим здесь некие риски, причем эти риски как кот в мешке. Мы не знаем, где, как и почему они могут реализоваться. Поэтому далеко не каждому я бы порекомендовал обратить внимание на эту возможность. Да, вы принимаете на себя определенный риск, не только конкретный, но и риск некоторой неопределенности. То есть риск проблемы, которая сегодня еще даже, может быть, невозможно оценить. Просто возможной потенциальной проблемой из-за того, что вы находитесь в российской юрисдикции, как человек, как резидент, как кто угодно. Но понятно, что иностранные фондовые рынки продолжают работать в очень активной фазе, любопытной, интересной, дающей неплохую прибыль, прибыль в долларах. И более того, можно предполагать, что 2025 год будет довольно позитивным годом для всех инвесторов, которые работают на рынках развитых стран. То есть история интересная. Мы продолжаем работать, но выбирать, если этот вариант, то принимая на себя риски. Еще один инструмент, самый банальный, даже не инструмент, он не дает никакой доходности, но как бы назовем так, способ или формат, это наличная валюта. Наличная валюта часто в России звучит как единственный надежный вариант застраховать себя от всего практически, включая возможные действия государства, если априори подозревать государство в каких-то недобрых фискальных намерениях. Я уже говорил, да, история российского государства показывает, что это не беспочвенное подозрение. Наличная валюта, главный минус понятен, полное отсутствие доходности. Второй, мне кажется, по значимости минус, это некий физический риск. Риск весьма неприятный, риск ограбления, риск неких криминальных действий в отношении ваших наличных сбережений. Могут возразить, ну, можно держать в банке, в сейфе, ну, понятно, что это уже для определенных сумм, потому что вы принимаете на себя необходимость оплачивать банковскую ячейку, хотя это не так уж дорого стоит. Ну, и на всякий случай определенный риск, мало ли что, случится с банком, хотя вариантов такого бандитского исчезновения банков вместе с содержимыми ячеек практически не было. Но ключевое слово здесь все-таки практически, не то, что их не было от слова «вообще». Поэтому, да, наличная валюта, если вы не верите ни в какие соображения, или считаете, что возможные риски по отношению ко всем перечисленным ранее инструментам реализуются, или очень высока степень вероятности их реализации, наличные деньги, наличные валюты – это вариант. Что именно? Возникает вопрос – доллары, традиционный такой инструмент, или евро – это частый вопрос, и под этим вопросом очень часто звучит некое потенциальное предположение, что евро может принципиально вырасти по отношению к доллару. Вот здесь ответ, на мой взгляд, очевиден. Нет, этого не произойдет. Вы должны выбирать, если вы выбираете между долларами и евро, исходя из собственных неких вводных. Ну, например, по какой-то причине вы ездите в Европу, имеете родственников европейских, вам удобнее в случае чего совершать какие-то обменные операции с евро или вложения. Или вы скорее летаете в Турцию, в Арабские Эмираты, в какие-то другие страны, или просто остаетесь в России, на мой взгляд, в этом варианте доллары. А вот всякие версии о каком-то изменении сегодняшнего курса доллара и евро, они беспочвенные. Да, я ожидаю, что доллар может снизиться по отношению к евро, когда начнется цикл снижения процентной ставки ФРС, поскольку ФРС держит ставку выше, чем ЕЦБ, и, соответственно, может возникнуть такой арбитраж, что ЕЦБ уже один раз пошел на снижение, а ФРС еще не пошел, и у него просто предстоит большее количество снижений, вследствие чего индекс доллара, скорее всего, понизится. Не исключаю, что он понизится до уровней ниже 100 пунктов, до 97-8, ну и, соответственно, курс доллара по отношению к евро слегка понизится. Но, в любом случае, эти изменения не будут иметь значения на уровне малых или средних сбережений. Эти изменения могут иметь значение только если речь идет о вложениях в миллионы долларов или миллионы евро. В любом другом варианте речь идет об очень маленьких цифрах, поэтому, на мой взгляд, этот вопрос стоять не должен. Возникают иногда варианты и других валют использования в наличных сбережениях. Это, прежде всего, швейцарский франк, это те же самые дирхамы, это фунты, это иены, это основные валюты, которые часто называют, хотя могут быть понятны и другие варианты. На мой взгляд, швейцарский франк нет, это слишком рискованно в свое время, это было выигрышно. Я даже помню, как в пик кризиса 2008 года я советовал друзьям перекладываться в швейцарский франк, и он выиграл тогда по отношению к доллару этот маневр. Но сейчас все изменилось, политика в том числе и швейцарская финансовая политика изменилась. И все, кто помнит 2015 год, понимают, что швейцарский франк по большому счету перестал быть тем, чем он был тихой гаванью. Он может быть тихой гаванью несколько лет, а потом делает такой, если бы это был британский фунт, я бы сказал финт ушами или фунт ушами, такой франк ушами, что потери могут быть слишком значительными. Поэтому я бы не рекомендовал швейцарский франк, это риски курсовых изменений достаточно серьезные. Что касается дирхамов, да, на мой взгляд, великолепный вариант. Во-первых, с ними работают банковские обменники в России. Во-вторых, в сегодняшней такой очень сложной логистике для россиян сесть на самолет без всякой визы и улететь в Дубай или Абу-Даби, это очень удобный, достаточно дешевый, ну и такой маневренный по времени вариант, почему бы и нет. Дирхамы это хорошая история для наличных. Фунты, есть определенные вопросы, в том числе из-за замены фунтов, которые сегодня происходят. Да, нет оснований считать, что старые фунты однозначно не будут приниматься, но основания предположить, что могут возникнуться какие-то затруднения, когда понадобится их обменять на другую валюту, такие основания есть. И, конечно же, держаться все-таки подальше от иены, несмотря на недавний впечатляющий рост иены по отношению ко многим валютам, мы все-таки помним, что у Банка Японии всегда будет своя монетарная политика, отличающаяся от политики европейских или американских регуляторов. И поэтому курс иены, как и курс франка, может подвести, он может дать и выигрыш на каком-то моменте, но может и подвести того, кто решил держать свои сбережения, например, или часть сбережений в наличной иене. Поэтому ответ простой. Скорее всего, доллары, по крайней мере, без версии, что евро может принципиально выиграть, или дирхамы. Вот для большинства россиян я бы порекомендовал делать свой выбор, или, наоборот, на эти две валюты раскладывать наличные сбережения, коль скоро вы решили, что наличная валюта – это ваш вариант. Идем дальше. Золото. Золото – версия всегдашняя. Всегда есть голды евангелисты, всегда есть прямо фанаты золота, которые будут вкладываться по принципу «вы увидите, как оно резко вырастет». Всегда есть люди, которые ссылаются на такие старомодные, но при этом логичные вещи, что золото – это вечные ценности, золото – это во все времена и так далее, и так далее. Ну, вот вся эта история. И понятно, что недавно, относительно недавно, все, кто вкладывался в золото, весьма и весьма прилично выиграли. Но, как я уже говорил, я полагаю, что все, рост исчерпан. И даже, кстати, мой оппонент по золотой теме Алексей Бочаров, который всегда держал 13-15% портфеля в золоте, как раз-таки в минувшем марте-апреле сократил эту историю до 5%, то есть он как раз снял сливки с этого роста. Но, коль скоро вы верите в золото, почему бы и нет? Единственная с оговоркой, что не надо делать ставку на версии о преимущественном росте либо серебра, либо платины. По серебру – это вечная тема. Мы относительно недавно разбирали в одном из прямых эфиров в рамках нашего финансового марафона. Я даже хочу отослать туда, потому что великолепные доклады сделали Ольга Коношевская и Виктория Сапожникова как раз на эту тему. Вот это вечная тема. Предположение, что серебро может раскоррелироваться и оказаться более выгодным вложением, чем золото. Более того, в истории, связанном и с братьями Хайт, и с Уго Чавесом, были такие краткосрочные истории. Но, в целом, мне кажется, что эта история, основанная в основном на том, что у золота основная функция – это функция все-таки образования сокровища, а у серебра, в отличие от золота, есть еще огромный технический спрос. Сейчас, кстати, не надо ловить меня на словах, что у золота тоже есть спрос. Да, есть, но в общем объеме радаш использования золота, он принципиально незначительный, в отличие от серебра. В общем, я полагаю, что нет, серебряная версия – это неинтересно. Это интересно только трейдерам в моменте, которые работают прямо вот с ючерсами на серебро. И напомню историю с платиной. Во времена нашего детства, юности, мы точно знали, что платина – это металл, который чуть-чуть, обычно, процентов на 10 дороже золота. И вот произошла такая флуктуация, платина упала намного ниже золота, и огромное количество людей, уже не сейчас эта история 5-6 лет назад была популярной, делали ставку, в том числе ставку на биржевые фьючерсы, на платину, полагая, что нет, так не может быть, платина будет дороже, мы обогатимся. И потеряли на ожидании, бесполезном, бесцельном ожидании, когда платина вернется на круги своя, исторически потеряли, в общем, огромные деньги. Платина до сих пор остается значительно ниже золота. Я к тому, что эти версии о преимущественном росте кого-то другого из группы драгоценных металлов, они не стоят, на мой взгляд, вашего внимания и ваших нервов. Что касается форматов, то тут всегда разговор один и тот же. А окей, золото в чем? Слитки, у которых есть свои плюсы, монеты, у которых есть еще большие плюсы и больший маневр, тем более, что по слиткам теперь будут делать реестр держателей. А не знаю, как вам, но мне очень не хотелось бы оказаться в неком реестре, в котором отмечено, что человек, который имеет слитки, с учетом тех утечек персональных данных, которые повсеместно происходят и в России, и во всем мире. АМС, вариант, который когда-то заметно выигрывал перед другими, именно из-за своего удобства, сейчас вызывает определенные сомнения. Ну и, возможно, и другие форматы. Ну и я напомню вторую мысль. Если вы хотите вкладываться в золото, вкладывайтесь, выбирайте формат, который считается более выгодным, слушайте специалистов, но вкладывайтесь именно в золото, а ни в коем случае не в акции или облигации компании, которые занимаются добычей золота. Это разные вещи. Я уже как-то говорил, что это то же самое. Если вы хотите поесть, выбирайте ту еду, которую вы хотите съесть, а не пытайтесь смотреть на повара или, условно говоря, заключить с ним брак. Это не значит, что вы поедите. Идем дальше. Последнее – это недвижимость. По недвижимости тоже есть мемы. Ну, помните, многие любят цитировать Димарк Фена. Покупайте землю, ее больше не выпускают. Типа вот это все отвечает. Или Теодора Рузвельта на худой конец можно процитировать, который когда-то сказал, что настоящее богатство – это всегда недвижимость. Против недвижимости есть куча возражений. Тоже не буду их повторять, потому что все это очень известное. Упадет, пузырь разорится, рухнет и так далее, и так далее. И эту тему вечную, и обсуждать ее можно скрещивать копья вечно. На мой взгляд, да, недвижимость – это хороший вариант парковки денег в сегодняшних условиях. Это прежде всего уход от волатильности. Не волатильности цены, а от волатильности самих форматов. Понятны минусы. И один из главных минусов, что тут может не быть доходности. Но плюс то, что на более долгой дистанции Теодор Рузвельт прав. Это настоящее богатство. Поэтому недвижимость, как мне кажется, должна оставаться в потенциальном спектре выбора, куда бы вложить деньги сегодня. Ну и самый последний момент, он, наверное, на фоне всех серьезных финансовых обсуждений выглядит несколько так по-детски, или несколько примитивным. Это имущественная подушка. О значении финансовой подушки все мы говорили очень долго. И говорили о том, что оптимальная финансовая подушка для условного среднего человека, среднего, извините, неприятно всегда, когда говорят о среднем человеке, подразумевать тебя, потому что как-то в этом есть что-то обидное. Но вот условного среднего, что оптимальная финансовая подушка, прям самая оптимальная, должна быть равна вашим полугодовым расходам. Сколько вы в среднем тратите за 6 месяцев, вот столько хорошо бы держать в подушке. Там есть своя логика, поскольку в случае потери некого дохода, каких-то флуктуаций в вашей жизни или потери работы, именно 6 месяцев это великолепный срок для того, чтобы не спеша, без нервов, без чувства риска, как-то сориентироваться и со вкусом, и обстоятельно, не спешно подобрать себе новую работу, переформатировать свой бизнес. Я вот даже на уровне бизнеса всегда мечтал, чтобы у моей компании была подушка 6-месячная, как раз финансовая, и как назло именно вот в 2024 году этого добился, но времена такие, что иногда начинаешь думать, ну нет, теперь хорошо бы иметь 12-месячную подушку. Но не суть. Суть в том, что да, финансовая подушка это здорово, но именно где-то год назад я впервые заговорил об имущественной подушке, то есть перевести часть денег в то, что вам нужно на уровне вещей. И здесь что имеется в виду? Вот, конечно, не те дурацкие истории, когда, помните, там люди бежали и покупали 5 кофемолок или каких-нибудь микроволновок, неважно чего, компьютеров, не дай бог, которые быстрее всех стареют, и это была плохая история. Хорошая история, это когда у вас есть в буквальном или переносном смысле некий список вещей, предметов, которые вы по каким-либо причинам купили бы. И мне кажется, что вот сейчас увеличение этой имущественной подушки, это как раз самое время купить все, если позволяют, конечно, средства, купить все то, что вам, в принципе, не то, что необходимо, но желательно. Условно говоря, вы хотели заменить телевизор, вы хотели заменить холодильник, вы хотели обновить автомобиль, вот что-то такое. Вот все это совершить. Уменьшить количество денег на руках, но увеличить вашу условную амортизационную стойкость. Вот почти как у инженерного сооружения, у нас есть условная амортизация нашего имущества. Понятно, она зависит от возраста, понятно, она может зависеть от форс-мажора. Новый телевизор может быть разбит через неделю. Но в целом все это вместе, вещи, которыми мы пользуемся, зависят от возраста. Поэтому сегодня в нынешней ситуации, когда черт его знает, что может еще произойти, резко увеличить амортизационную стойкость вашего вот быта, работчатого быта, я не знаю, кухонного быта, семейного быта, какого угодно. Это, как говорилось в фильме 2012, в данной ситуации не самая плохая идея, хоть и выглядит несколько примитивно. Но ни в коем случае это не склад ненужных вещей. Речь идет именно о тех вещах, которыми вы пользуетесь. Это нормальная история. Что касается некоторых вещей, то там может быть, да, там может быть запас. Условно говоря, вот у меня у самого за последний год очень резко выросла эта подушка. У меня лежит там стопка нераспечатанных хороших рубашек, семь пар кроссовок, которые я люблю носить. Выглядит немножко смешно, но позволяет не только, во-первых, заранее снизить хоть чуть-чуть риски, которые деньги имеют в нынешней ситуации, но одновременно это снижает мои будущие хотя бы на несколько месяцев, но в случае с кроссовками, судя по всему, лет, снижает мою потребность в расходах. Вы снижаете риски, что-то произойдет с деньгами, там, обесценивание, девальвация и так далее. И вы снижаете чуть-чуть, но планку своих традиционных, там, ежемесячных или ежегодных расходов. То есть делаете себя более мобильным, более маневренным с точки зрения финансового. Очень хорошая история и дает возможность человеку так, ну, как бы вот именно ощутить некий люфт, возможность маневра, даже если ухудшится ваше личное финансовое положение по какой-то причине. Поэтому подумайте, почему бы и нет. И в этом плане одновременно, так как часть потребления у нас ведется в кредит, к сожалению, такая, ну, необходимость естественная для многих людей, в этом плане очень важно правильно отнестись к кредитам. На мой взгляд, сейчас, конечно же, не время для кредитов. И если у вас есть кредиты, взятые под высокий процент, и если есть возможность закрывать, то это даже важнее создания имущественной подушки, потому что тоже потом снижает вашу потребность в ежемесячном доходе, если кредит закрыт. Но, естественно, что надо обратить внимание на ставку этого кредита. И если вы когда-то взяли кредиты, до сих пор его гасите, например, под 16%, а сегодня на депозит под 18%, ну, естественный момент, конечно же, не гасите этот кредит досрочно. А те деньги, которые могли бы на такое гашение направить, просто направьте на депозит, будет выгода. Мне вот повезло так или не повезло, но не суть, что мне пришлось брать небольшое кредитное плечо при смене автомобиля два года назад на таких немножко флибустерских условиях. Многие банки этим так злоупотребляли. Из серии в средняя ставка у вас 16%, но первые пару лет вы платите 27%, а потом зато еще года 3 или 4, не помню, или 5, платите 1%. Ну, окей, пришлось взять. Прошел период 27%, у меня остался хвостик от этого кредита под 1%. У меня есть много возможностей его погасить. Естественно, я не гашу, эти же деньги на депозите приносят 16-18%. И, по сути, сейчас уже, если раньше вот эти условия играли на банк, то теперь эти условия, конечно же, играют на меня. Если у вас, пусть не такой яркий, как 1%, но какой-то есть зазор между выплачиваемым кредитом и возможностью получать доход по более высокой ставке, тогда, конечно же, ни в коем случае не гасите. Да, и коль скоро мы, говоря о финансовых инструментах, говорим еще о минусах и рисках, то у имущественной подушки тоже есть один риск, который обязательно надо учитывать. Это риск амортизации не эксплуатационной, а амортизации, вот, устаревания неких вещей. Поэтому, рассказывая, я купил себе стопку рубашек, условно говоря, или несколько коробок кроссовок, они не устареют. Но я бы ни в коем случае не вкладывался в телефон или компьютер, поскольку здесь мы просто потеряем наустревание. Поэтому, если вы идете по пути увеличения имущественной подушки, обязательно на этот фактор стоит обращать, конечно же, внимание. Итак, вот такое мы предприняли банальное, может быть, в чем-то путешествие по вариантам вложения денег со всеми минусами и плюсами. Я полагаю, что 80% из сказанного всем, конечно, хорошо известно. Но лишний раз разложить по полочкам, конечно же, не вредно. Напоследок скажу, что бы делал сегодня я, если гипотетически представить, что я имею время и деньги, чтобы использовать все, что хочу из этого списка. Что бы я делал? Первое. Я бы использовал обязательно рублевые депозиты плюс накопительные счета. Накопительные счета для тех сумм, которые пульсируют сегодня по полности, послезавтра надо снять и так далее. Второе. Да, я бы подумал о возможных депозитах в юанях или в дирхамах, как один из вариантов, но на рублевых держал бы большую сумму. Третье. Да, я и имею, и имел бы вложение в крауд, но направил бы туда пока такую символическую разведывательную сумму не более 1% от общей суммы, о которой идет условная речь. При возможности я бы все-таки работал на иностранных рынках, но с пониманием, что там есть риски, причем не конкретные, а не определенные. И, соответственно, к сожалению, складывать в эти рынки далеко не самые значимые для себя суммы. Да, возможно, вложил бы в золото с расчетом даже не на продолжающуюся доходность этого инструмента, а скорее как именно диверсификация вложений. На случай, вот как раньше у советских старушек было, что называется, на черный день. Я бы держал наличную валюту и из вариантов валюты выбрал бы доллары. Если я работаю на фондовом рынке, мне это интересно, у меня есть возможность, желание уделять этому внимание, да, я бы, ну, собственно, что я и делаю, я бы совсем незначительную часть направил бы из инвестиций в трейдинг, в спекуляции. То есть либо фьючерсы, либо опционы, кому более знакома механика опционов, либо работа на рынке Форекс. И последнее, это я бы увеличил максимально свою имущественную подушку, свой запас личной прочности, свою возможность в случае чего иметь меньший доход, но с поправкой на то, что речь идет о вещах, которые однозначно не устареют и не обесценятся по этой причине. Вот мой личный джентльменский набор управления личными финансами 2024. Возможно, кто-то из наших зрителей захочет поделиться и своим опытом, или своими соображениями по этой части. Будем рады, если вы сделаете это в комментариях. Хорошего путешествия по жизни, в том числе и финансовой. Книга Яна Арта «Тысячи лет одиночества. История российских реформ. Почему Россию аршином общим не измерить? Успехи и провалы революции сверху. Сто лет грабежа. Экономическая модель, в которой мы живем. Десять главных загадок экономики России. Книга продается в интернет-магазине «Финарти». Ссылка в описании под видео.